друзья сейчас мы едем опять на ипподром сегодня я думаю много и деток туда придется не прекрасная солнечная погода сейчас это видео пишут мои помощницы дорогие это валюша посмотрим куда это леночка наш смотри куда вот это самый наш молодежи право на центр идет опять на ипподром это всегда для нас приятные события это животные то и кормление сегодня будет верховая езда вы это увидите а пока смотрим ну вот мы и приехали на ипподром понемножечко слава богу люди приходят далеке а то видно уже на казачество на коне дай бог им здоровья доблестного нашим воинам выходит открывает нам калитку уже с ипподрома немножко люди подходят ну и как вам еще обещал еще раз покажу лицевую часть ипподрома вот и наши дорогие казаки подошли для деток для созидания первое знакомство наше с лошадьми началось деточек приехали ну пока погода замечательная уже одна девушка самая смелая начала кататься сейчас немножко по традициях я там анстаницы кирилл к михайлович родовой казак что такое для казака лошадь этот друг товарищ брат не я бываю часто в школах у меня пока же на гайку что такое это чтобы лошади я ему объясняю когда исполняется казаку 9 лет ему покупается маленький религиозу 18 лет ему когда исполняется не на финале ездить на сборы были такие стуки в тупой не случай а частные скучки бы что конь выносил с поля боя зачастую казака убьют пока лошадь от него не заберут кто-то с других он будет стоять сколько в козлах не лежал мертвый кстати был я случай слышали покушал сквозь так вот одного казака оттуда лошадь привезла раненого полужилого туда домой губа хотя они были ну как он просто работал на конюшке не был зубин у него привез домой так что такое создание бить нельзя еще что такое лошадь на казаку сама когда ребенку исполнялось 40 дней везде везли и крестить церковь обязательно папа сидел на лошадь и вез ребенка в церковь на лошадь ну вот мы заходим в самый подром некоторых деточек уже покатали как вы видели сейчас мы будем по самому подрому уже кормить гладить коняшек и потом еще покатаются верхом как видите людей приехало немного но и немало это очень отрадно что для наших деточек есть такая возможность в нашем районе станицы ленинградской историческое название умацкая такое для деточек сделать смотрим дальше приветствую вас вы один из людей которые пришли вы народ детей с собой привели сегодня скажите пожалуйста ну насколько вы поделились до этого кадра что выходили сюда ну поделитесь своими впечатлениям как выходили какое вы видели что сейчас сейчас все это в таком разваленном состоянии 18 лет назад это было как бы намного лучшее было как-то все покрасивше чем сейчас проводились оскачки было как-то интересно сейчас вот даже детям исходить но вы знали что еще ипподром открыт действует или думали что все закрыли все закрыли потому что на него как посмотришь как бы страшно ну вы сегодня наверняка увидите покатались на родитки уже какие-то ваши не катались верхом . проехалась но я думаю для детей это хорошо да ну скажите вот стоит ли опять возрождать конный спорт и подром этот мы понимаем что это даже может быть не один миллион но но это стоит ли того конечно это стоит к куда детям еще ходить сейчас все секции развалятся все разваленное бы детям ходить никуда у многих детей есть желание ну нет возможности ну чтобы вы хотели вот может быть обратиться или же пожелать относительно этого ипподрома ну хотелось бы конечно чтобы это все начали восстанавливать как-то но вы сами готовы мы часто говорим пусть там правительство еще кто-то созидает а сами вы могли бы вот взять там шпатель кирпич прийти помочь как бы мог только в свободной от работы естественно ну я благодарю за ваше мнение продолжим с вами друзья смотреть о нашем сегодняшнем мероприятии 3 годика большей надежды разлагаем на него единственное что сейчас конечно у нас спортсменов так раньше было нет вы видите все вали сорочица были пони у нас на той конюшке где мы начинали в семьдесят восьмом году все там у нас олени были развели мы олени пони лошади все дети занимались было там 34 головы здесь 20 голов и на племенной конюшке 120 еще прекратила все это существование вот последних как говорится для души для сердца держим на другое ну так без лошадки нельзя у нас даже вот отец константин знает позапрошлый год это конюшка была полная приехал новосибирск открываемку на спортивную школу очередную двадцатую или тридцатую там городе под городом продайте лошадей я пошел в администрацию спрашивать будем заниматься нам это не интересно все люди загрузили 34 головы везли заходим и в саму конюшню где сейчас будут кормить лошадей ну и потом уже верхом покатаются вот мы и внутри вы здесь видите все зашли начали кормить сейчас седлает лошадь чтобы деточек повозить на лошадке ну а все остальные пока кто-то доброволец вызвался помочь сейчас остальные пока ждут очень отрадно что много людей пришло с деточком посмотрите тебе нравится здесь будешь еще кататься умничка а 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 Вера Сергеевна. Приветствую вас. Сегодня вы сами пришли на ипподром или привели с собой кого? Я пришла с внучкой. Откуда узнали о мероприятии? Верска сказала, с первой школы. Большое желание у нее, наверное, было, чтобы посетить. Большое желание было. Все время жаждует смотреть. Сюда мы раньше приходили, когда еще было. Вот. Я ребенком была здесь. Не ребенок был, но уже взрослая здесь была, конечно. Красиво. Это внучка ваша, наверное? Да, это внучка моя дома. Ага. Скромно. Вся в бабушку. Ну, что бы хотели пожелать? Чтобы как восстановился или... Ну, что от сердца скажите? Если от чистого сердца, я хочу, чтобы все возродилось. Потому что колхоз Кирова это все строил. Я работала там. Все мы сюда влаживали. И деньги, и силу свою сюда влаживали. И развалили, я не знаю. Ну, будем молить Бога, чтобы все управилось для пользы детей. Надо найти хороших хозяев. Ну, это разве хозяева такое здание разрушили? Я понимаю, надо хозяин, чтобы был, чтобы спонсор какой-то появился, чтобы мы помогали. Поможет же весь... Ну, как было приятно, когда сюда приезжали все на скачки. Ну, вы сами готовы были бы по силам своим возможностям помочь? Готовы, конечно. Чем смогу, тем и помогу. Спасибо, Господи. Благодарю вас. Вот такой, как вы видите, наш ипподром уже с дырками. Ну, в других видео ссылку вы увидите тоже. Комментарии оставляете свои. Если вы поддерживаете наше желание восстановления ипподрома, ставьте свои лайки одобрительные. Ну, может быть, кому-то это не понравится, дизлайки. Ну, вот, что мы хотим сделать, в первую очередь, для наших детей. Здравствуй, дорогой! Скажи, пожалуйста, откуда узнал о этом мероприятии? Рады ли, что пришел? Ну, и поделись своими эмоциями. Ну, конечно же, я рад, что я всегда пришел. Ну, и узнал я из соцсетей. Друзья говорили. Много смотрел вас в соцсетях. Ты покатался? Да. У тебя получилось? Да, получилось. Занимался до этого немножко. Понравилось, я по счету сюда приходил. То есть ты вообще опытный скакун, наездник? Нет. Я бы не сказал, что я опытный. Я так, только начинающий. Ну, умею базовое делать все. Ну, может быть, и если бы с Божьей помощью все это восстановилось, может быть, и приходил бы, и деткам помогал бы, и сам повышал свой уровень мастерства, да? Конечно, с радостью бы приходил. Ну, я думаю, это не последнее мероприятие. Если будет еще органи вызываться, придешь? Конечно, если узнаю, то приду. Ну, я благодарю, что ты поделился своими эмоциями. Всего тебе наилучшего. Ну, в общем, и закончилось на сегодняшнее наше мероприятие. Многие деточки покатались, покормили. Все остались довольны. Слава тебе, Господи. Надеюсь, это не последнее мероприятие. Дай Бог, чтобы наш ипподром, станица Ленинградская, историческое название, напомню, Уманская, не погиб, а все-таки восстановился и прославился, засиял, как говорится, новой красотой и славой спортивных успехов в конном спорте. Храни Господь!